Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. В русском языке есть специальная группа слов, которые показывают направление движения. Это глаголы движения. Глаголы могут быть однонаправленными, глаголы группа идти, и разнонаправленными, это глаголы группы ходить. Эти глаголы мы с вами уже разбирали в нескольких видео на канале. Самое интересное, что к этим глаголам в русском языке мы можем добавлять ещё префиксы, и значения будут немного меняться. Давайте в этом видео разберём два префикса. Префикс при и префикс у с глаголами движения. Префикс при показывает приближение к объекту. Префикс у показывает удаление от объекта. Первое, что нужно сказать, когда мы добавляем префикс при и у к глаголам группы идти, то глаголы становятся совершенного вида. Например, глагол идти – это у нас глагол несовершенного вида, а когда мы говорим прийти, то это уже глагол совершенного вида. Если мы добавляем префиксы при и у к глаголам группы ходить, то глаголы также остаются несовершенного вида. Например, ходить – несовершенный вид, приходить – тоже несовершенный вид. И эти глаголы будут образовывать пару. Приходить – прийти. Пара несовершенного и совершенного вида. Давайте более внимательно рассмотрим префикс при, который обозначает факт прибытия, они приехали из России. И достижение цели движения. Самолёт прилетел в аэропорт Москвы вовремя. А теперь давайте посмотрим на префикс при во всех глаголах движения. Приходить – прийти. Во сколько вы планируете прийти сегодня? Приезжать – приехать. Электричка должна скоро приехать на станцию. Прилетать – прилететь. Птицы уже прилетают после зимовки. Приплывать – приплыть. Кажется, пароход приплыл не на ту пристань, где мы будем ждать. Прибегать – прибежать. Мои друзья часто прибегают ко мне поболтать. Приносить – принести. Принесите завтра семейные фотографии. Приводить – привезти. Кто не привёл ребёнка в школу? Привозить – привезти. Курьер обещал привезти продукты до обеда. И префикс у, который обозначает удаление от объекта. Важно! Надолго и далеко. Дети становятся старше и уезжают из дома. Рассмотрим префикс у с каждым глаголом движения. Уходить – уйти. Не уходи! Останься! Мне без тебя тяжело. Уезжать – уехать. Когда вы уехали из родного города? В пять или в десять лет? Улетать – улететь. Самолёт уже улетел. Мы не успели. Уплывать – уплыть. Круизный лайнер уже уплыл. Он будет в плавании три месяца. Убегать – убежать. Почему ты всегда убегаешь от меня? Уносить – унести. Давай унесём эти книги в библиотеку. Уводить – увезти. Охранник всегда смотрит, кто уводит детей домой. Увозить – увезти. Мы убрались в квартире и решили увезти все старые вещи на дачу. Если у вас трудности в использовании префиксов при и у в русском языке, и вы хотите правильнее и увереннее их использовать, то обратите внимание на курс Verbs of Motion. В этом курсе есть все префиксы, есть очень много заданий для практики и уверенного знания этой грамматической темы. А в конце давайте несколько идиоматических фраз с префиксами при и у. Прийти в голову – значит у вас появилась какая-то идея. Как хорошо, что это пришло в голову именно мне. Привести пример. Сказать какой-то пример. В этой ситуации мне очень сложно привести пример. Я никогда такого не видела. Время пришло. Настал тот самый нужный момент. Пришло время учить русский язык. Уйти по-английски. Это значит уйти, не сказав пока. Почему он всегда уходит по-английски? Почему он не может просто сказать пока? Уходить от ответа. Не говорить ответ. И даже не просто не говорить ответ, а искать хитрые пути, чтобы не давать ответа. Говорят, что дипломаты виртуозно уходят от ответа. Уйти с головой в работу – значит полностью погрузиться в работу. Как только начинается новый проект, я ухожу в него с головой. Вот и всё. Это были основные моменты по префиксам при и у с глаголами движения. Ещё раз обратите внимание. При добавлении префиксов к глаголам группы «идти» эти глаголы становятся совершенного вида. При добавлении префикса к глаголам группы «ходить» глаголы по-прежнему остаются несовершенного вида. Когда вы добавляете префиксы, не так важно одно направленное или разнонаправленное движение, а уже становится важно значение префикса. При – это приближение к объекту, и у – это удаление от объекта. Префикс при характеризует достижение цели движения, префикс «у» характеризует удаление от объекта надолго и далеко. Вот и всё. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. И пока-пока, до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!